Детство Владимира Коренева Проявился интерес к литературе и театру. Одноклассница Лариса Лужина привела Владимира в драм кружок, которым руководил актер русского драматического театра Иван Данилович Росомахин. В кружке также занимались будущие актеры Виталий Коняев, Игорь Ясулович и Лилиан Малкина. Спектакли, поставленные под руководством Ивана Даниловича, показывали не только на школьной, но и на профессиональной сцене. После окончания школы Владимир Коренев исправил профессию актера и в 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской, учеников Станиславского и Немировича Данченко. Он учился на последнем курсе, когда из Ленинграда в Москву приехал ассистент по актерам подыскивать исполнительно главную роль в фильме «Человек-амфибия». Режиссеру Владимиру Чеботареву на ролях театра нужен был артист, которого никто бы не знал. После выхода фильма, который стал лидером советского кинопроката 1962 года, Владимир Коренев стал знаменит как «Человек-амфибия», став в сексе малом стране. В 1961 году пришел труппу Московского драматического театра имени Станиславского, имени Электротеатр Станиславский, куда его пригласил Михаил Яншин, руководивший театром в то время. С тех пор Владимир Коренев был ведущим артистом труппы. До 2015 года профессор, художественный руководитель факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. После окончания 2014-2015 учебного года факультет расформирован ввиду отсутствия прибыли. Владимир Борисович Коренев скончался 2 января 2021 года на 81 году жизни в Москве от коронавирусной инфекции. Прощание с Владимиром Борисовичем прошло 5 января 2021 года в Москве в Электротеатре Станиславский. Похоронили актера в тот же день рядом с родителями на Евгенском кладбище. Семья. Жена с 1961 года Алевтина Константинова. Заслуженная артистка Российской Федерации. Актриса Электротеатра Станиславский. Дочь Ирина Коренева. Актриса Электротеатра Станиславский. Внук Егор. Выпускник Высшей Школы Экономики. Правнючка Мария. Субтитры создавал DimaTorzok